Каким будет финансовый год? Проект областного бюджета на 2018 и плановый трехлетний период обсуждают на расширенном заседании правительства. В таком формате совещание проводится впервые за последние 9 лет. В зале министры, депутаты, главы городов и районов, представители предприятий и общественности. Все, от кого зависит наполнение казны. Чтобы денег охватило на все, необходимо в полной мере использовать возможности региона. Но в данный момент индекс промышленного производства падает, инвестиционная привлекательность снижается. Мы, имея колоссальный потенциал, к сожалению, в последние годы не в должной мере его реализовывали. Мы реализовали много других проектов в разных сферах, но то, что касается развития экономического потенциала, что такое для саморской области экономический потенциал, это, конечно, в первую очередь промышленность. В 2017 году валовый региональный продукт вырос всего на 1% на фоне общероссийских трендов. Регион могут получить и больше. В отличие от прошлых лет, драйвером роста экономики области в этом году стало автомобилестроение, которое падало, напомню, на протяжении последних 2013-2017 годов, а производство химии и аэрокосмической отрасли, наоборот, снизилось. Пока по объемам промышленного производства область сохранит третье место в ПФУ, однако по динамике промышленного производства мы находимся в замыкающей пятерке регионов округа. Расходов на следующий год запланировано на 2 миллиарда рублей меньше, чем в этом году. Они составят почти 129 миллиардов. Примерно столько же должно быть и доходов. Это без учета целевых безвозмездных поступлений. Этот бюджет уже назвали бюджетом развития. Большая часть пойдет на финансирование социально значимых статей. Мир социальной поддержки населения, фонд оплаты труда, финансовая помощь местным бюджетам, обслуживание государственного долга, страховые взносы на обязательное медицинское страхование и другие приоритетные расходы. В целом, доля данных расходов в бюджете 2018 года определена в объеме 77% общего объема расходов или более 92 миллиардов рублей. Будут выполнены и все требования майских указов президента по повышению зарплат в социальной сфере. Глава региона Дмитрий Азаров отметил необходимость более эффективно собирать налоги и развивать производство. Олег Зверев, Константин Головин. События.